Приветствуем сегодня гостей с завода Сельмаш. Александр Максим, первый заместитель генерального директора завода у нас в гостях. Александр Васильевич, добрый день. Здравствуйте. И Виктор Сунцов, председатель первичной профсоюзной организации Сельмаш. Добрый день, Виктор Аркадьевич. Добрый день. Программу мы назвали так, старый и новый Сельмаш. И как предприятие пережило смотные времена и наращивает ассортимент продукции. А то, что предприятие наращивает ассортимент продукции, неожиданно стало ясно до начала программы. Вот мы здесь пообщались немножко. Анонсируем? Ну, я думаю, что с этого стоит начать тогда. Давай, отлично. Насколько нам стало известно, завод Сельмаш, единственный в Российской Федерации, получил разрешение на разработку собственной ракеты, собственной КБ. Это конструкторское бюро будет разрабатывать или уже разрабатывает уже в этом году ракету «Воздух-Земля». Ну, в этом году начнутся... Александр Максим. В этом году начнутся ее испытания. А фактические работы должны быть завершены уже в следующем году. То есть в следующем году мы готовы представить это изделие непосредственно Министерству обороны. И по результатам этих испытаний будет принято решение о возможности использования его уже в вооруженных силах, этих боеприпасов. Заказ, вот интересный цикл подготовки проекта, опытного образца и так далее, он же довольно длительный, я так понимаю. Вся научно-исследовательская, опытно-конструкторская работа, она занимает времени гораздо больше, чем непосредственно потом уже выпуск. Ну, я кратко просто могу на чем остановиться. Предприятие в последние годы, буквально последние 4-5 лет, получило богатейший опыт сотрудничества со многими разработчиками и серийными изготовителями спецпродукции. В стране. В стране именно, да. Причем, если раньше у нас была отдельная специализация, только это артиллерийские боеприпасы, то сейчас эта линейка расширилась в несколько раз. То есть, ввиду того, что предприятий осталось не так много в этой боеприпасной отрасли, обращаться стали непосредственно на те заводы, которые сохранили свой потенциал, опыт работы, оборудование, технологии. И, собственно говоря, вот благодаря этому, обобщив весь опыт за последние 4-5 лет, организовав, да, это даже не конструкторское бюро, чтобы было понятно, это управление спецпроектов, вот, мы привлекли туда наиболее грамотных специалистов, кто занимался именно разработкой боеприпасов. Тоже со всей страны, да, вы собирали народ? Ну, и соседних регионов, и соседних регионов в том числе. То есть, это Кировская область, это соседние регионы. И вот это позволило именно нам в конце прошлого года подписать документы в Министерстве обороны и вот в качестве инициативной разработки приступить к работам по созданию собственной ракеты. Ну, вот те наработки, о которых Вы говорите, то есть, какие-то вещи взяты за основу, уже разработанные ранее? За основу взят только, знаете, установка пусковая, а всё остальное, то есть, эффективность этого боеприпаса, она будет в несколько раз выше. Это управляемый? Нет, это неуправляемый боеприпас, но вот именно с точки зрения защиты территорий наших, у нас страна большая, территории, соответственно, обширные, а недругов их, к сожалению, меньше не становится, поэтому вот для того, чтобы защищать большую территорию, нужно много недорогих, эффективных боеприпасов, поэтому вот этим, собственно, и будем заниматься. Вы говорите, что это инициативная разработка, а что это значит? Это значит, что предприятие за счёт собственных средств будет эти все работы проводить. То есть, это не госзаказ, который выделяет сначала средства, потом выделяет? Нет, 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 это всё делается в инициативном порядке за счёт собственных средств, и только вот у нас нет права на ошибку, мы однозначно должны здесь победить. Вот я хотел как раз спросить о рисках, потому что если предприятие несёт всё это время, то при возможном неудовлетворении приёмной комиссии может оказаться, что деньги потрачены. Ну, это риски, вы поймите, все предприятия рискуют, кто занимается бизнесом, вы же не случайно, тема сегодняшняя у нас озвучена в самом начале. Риски мы все оцениваем. Желаем, чтобы всё срослось и всё и в серию уже пошла. Это, кстати говоря, Олег, это вот очень яркий пример того, как бизнес, который мы говорят, особенно предприятия машиностроительной отрасли и ВБК, им говорят, диверсифицируйте свой бизнес, работайте, предлагайте новую продукцию. Вот здесь вот яркий пример того, как предприятие, это бизнес, оно берёт на себя, любой бизнес берёт на себя риски, иначе не бывает прорывов. Конечно. Проанализировав всю ситуацию, найдя специалистов, поняв, где есть ниша, которую можно заполнить, приняли самостоятельное решение на разработку и производство такой ракеты. Ну, не совсем самостоятельное решение, всё-таки это было одобрено. Сначала сами приняли. А вот я хотела как раз спросить, а дальше, как, ведь это такая сложная процедура, действительно, сначала нужно было, наверное, вот когда вы приняли решение, какую-то базу подвели под это, кто утверждает, кто даёт разрешение на такие разработки? Всё дело в том, что мы пошли нестандартным путём, то есть обычно эта инициатива исходила от разработчика изделий, то есть разработчик делал изделие, предлагал его заказчику, мы пошли от обратного, мы непосредственно обратились к заказчику, то есть в Министерство обороны и спросили, что вам нужно вот на данный момент для того, чтобы эффективно использовать именно боевую технику. И нам сказали, что вот это нужно сделать так, это вот хотелось бы так, то есть мы фактически пошли потребителю, да, мы согласовали именно с конечным заказчиком все требования, которым должно изделие предварять. Ну, поправьте, если я не прав, это такой американский вариант, когда частные концерны предлагают государству приобрести их наработки и разработки, и на этом живут. Причём они там не... тоже есть всегда риски, что там их продукция не будет удовлетворена, не пойдёт в тираж, но тем не менее... Этого ещё не случилось. Вы должны предлагать, есть ещё и конкуренция, вот у нас есть конкуренция, то есть вот по данному конкретному... Мы не... подожди, прости, пожалуйста, мы не договорили просто. Вот смотри, сначала Сельмаш с Министерством обороны определили, какой именно продукт необходим сейчас для нашей армии. Дальше ведь нужно было получить разрешение на разработку этого продукта. Конечно. Тоже от Министерства обороны? Конечно, от Министерства обороны, да. И вы получили разрешение? Мы получили разрешение. И вот тут важно отметить, мы с этого начали, что вы единственный завод. Мы получили лицензию, мы получили лицензию именно на выполнение этих работ. Вы единственный в стране завод, который имеет такое разрешение, такую лицензию на разработку этого продукта. Нет, разрабатывает, разрабатывал до этого много кто. Значит, изделия эти не приняты на вооружение, потому что они не отвечают ни требования по цене. Они эффективны, но очень дороги. А у нас задача, так как мы серийное производство, которое всегда выпускало эффективную недорогую продукцию, ну, относительно недорогую, мы, собственно говоря, вот на этом и строим всю свою промышленную и техническую политику. То есть мы должны выпускать эффективные недорогие изделия, которые будут максимально удовлетворять требованиям, которые армия предъявляет, и воздушно-космические силы. Давайте напомним еще раз сроки. Напомню, что это Александр Максим, первый заместитель генерального директора завода «Сельмаш». В этом году должны пройти испытания. В этом году начнутся испытания, да, и в следующем году мы должны будем уже в опытную эксплуатацию, в опытную эксплуатацию, значит, опытную партию запустить изделие. Сколько там еще времени от опытной эксплуатации до заказа? Это год. Это год. Ну, в общем, это стремительный достаточно процесс получается. Это очень быстро, да. Это очень быстро. И здесь мы ставим именно задачу, я говорю, недорогого эффективного боеприпаса. Ну, это уже частично начало отличаться. Ракеты – это не последние. Есть еще тема, о которой тоже говорили в начале. О снарядах тоже какой-то новой генерации уже, да, я понимаю. Ну, все изделия, которые сейчас серийно уже выпускаются, это разработки были конца 90-х годов. К ним сейчас вернулись. И на завод отдавали последние годы самую сложную продукцию, которая, в принципе, непроста в освоении постановки на производство. Кто отдавал? Это именно разработчики. Разработчики. Это предприятие концерна «Ростех». Вот. Мы успешно справились с этими задачами в прошлом году. В этом году уже, вот, в первом квартале два изделия практически поставлены на серию. И вот этот опыт, он и позволяет, собственно говоря, смотреть немножко дальше и задачи пошире все-таки оценивать. Вот это управление спецпроектов, о котором Вы говорили, оно появилось в какое время? Понятно, что, наверное, в 90-х, в конце 90-х его не было как факта, и КБ вообще существовало или нет при Сельмаша в то время. Но... Вот, как Вы сказали уже, что привлеченные специалисты, но это довольно непросто создать именно научную базу на предприятии, которые выпускают массовые продукты. Безусловно, работаем с исследовательскими институтами, с научно-исследовательскими институтами, которые в структуре Ростеха находятся, которые находятся, вот, именно принадлежат частным владельцам, частная форма собственности. Их сегодня в России, они практически все сохранились. В той или иной степени они все сохранены. Значит, основа положена была, по сути дела, я скажу, наверное, в 2007 году. Это когда предприятие акционировалось и выходило из кризисной ситуации, которую попало где-то со середины 90-х годов. То есть, долги, которые были на предприятии, значит, они тяжелейшим временем просто тянули предприятие вниз. Ну вот, за счет того, что появился там руководитель, ныне представитель правительства, за счет того, что... Мы сейчас говорим об Александре Чуринине. Александр Чуринин, совершенно верно, да. Там кто бы что, как бы не рассказывал, но именно благодаря ему предприятие вот в те самые тяжелые времена начало двигаться. То есть, тогда уже просто понимали, что только труд, только труд, постоянный труд, упорный труд, вот, он способен предприятие спасти. Собственно говоря, на это ушло ни много ни мало, 6 лет. 6 лет предприятие вот выбиралось из состояния этого анабиоза, понимаете, этого... Это многозадачность, это и повышение долга, который был... Это погашены были долги, это, значит, возобновили серийное производство изделий, которое до этого было, значит, в некотором забвении. Вернули что? Вернули специалистов, да. Многие вернулись на завод, кто в свое время его покинул в тяжелые времена. Дальше был период наращивания объемов производства. После этого был период расширения номенклатуры изделий. После этого был период, брались за изделия, которые вообще ранее не выпускались заводом. В принципе, они не выпускались. Было восстановлено, значит, кузнечно-прессовое хозяйство, все приведено в порядок. И постепенно, постепенно, значит, за счет увеличения номенклатуры, именно за счет повышения, значит, производительности труда, опыта работников, встал уже вопрос о том, что делать дальше. То есть просто развиваться там экстенсивно, как это было во времена социализма. И выполнять чужие заказы, чужие разработки. Совершенно верно. Ну, встал вопрос, куда дальше. И вот в 17-м году это управление было создано. То есть буквально там за полгода, значит, до ухода Александра Анатольевича с предприятия, значит, это вот все его были идеи, его мысли, собственно говоря. И они реализованы были при нем. Вот два года у нас ушло на то, чтобы, значит, обобщить опыт, собрать людей, сформулировать вот эти все требования технические, согласовать их с военными. Вот. Ну и, собственно говоря, вот в этом и в следующем году мы выходим уже на завершающий этап. То есть вот это четыре года, по сути дела, было потрачено на эти работы. У меня так и напрашивается вопрос. У нас же ракетное производство на другом кировском заводе. Ну, это разные изделия. Разные. Ну, принцип ракеты. Про конкуренцию, да. Есть здесь конкуренция или нет? Есть. В части кадров, в части наработок. Ну, сегодня изделия есть, собственно, в Ижевске, на Ижевском механическом заводе. Есть, собственно, изделия, значит, это концерн «Сплав» в Туле. У них есть, собственно, изделия. Есть изделия, серийно выпускаемые сегодня нашим предприятием, собственным, которого и является Новосибирск. Вот. Мы, собственно говоря, делаем изделия, похоже, только внешне. Только внешне, похоже, вот. Ну, она будет в этих же габаритах, с тем, чтобы не менять там всю технику, касаемо вертолётов и самолётов, ну, авиационной техники. Но, по сути, это будет изделие другое. Эффективность, я не могу просто цифры называть, но оно будет в разы эффективнее того, чтобы... И самое главное, Вы сказали, что это цена, потому что цена решающая... Да, и оно будет вот в этом же ценовом диапазоне, в котором сегодня есть серийно выпускаемые изделия. И тут сразу любой человек, который нас слушает, задаётся вопросом, за счёт чего можно достигнуть цены значительно меньше, чем та, что предлагают конкуренты. Ну, мы за последние годы купили очень много оборудования на предприятии, серьёзно обновили, значит, коллектив, очень много молодёжи пришло. Я вот, простите, буквально на секунду прерву, я читал новости вчера на сайте Тельмаша. 24-й цех, самый молодой на нашем заводе, средний возраст работников здесь составляет 28 лет. Это цех как раз по обслуживанию станков с ЧПУ. Да, это цех завершения, это цех, собственно говоря, который выпускает продукцию, где основные сложные технологические операции выполняются, туда все стремятся попасть. Вот это как раз ориентир на который в целом завод будет смотреть. Потому что средний возраст на заводе сейчас 45 лет. Тоже молодой? 45 лет, да. Да, но с учётом того, куда мы движемся, значит, видимо, коллектив будет становиться всё моложе и моложе. Но мы к коллективу вернёмся ещё, будем включать профсоюзные организации. Много поговорим о второй части. То есть вот всё-таки за счёт того, что удалось закупить линии оборудования, я помню, я была на заводе ещё до того, как вот даже организовалось управление спецпроектов, и Александр Анатольевич сам показывал, как восстанавливаются корпуса, элементарно надо было восстанавливать даже корпуса, территорию. Да, да, наводить порядок, совершенно верно. Совершенно, ну вот всё, вложение, 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 вложение вот в этот самый завод. Для того, чтобы были вложения, нужно было запустить производство, возобновить производство массовое. Нужно было заработать деньги, да, нужно было заработать деньги. Как и в семье, собственно говоря, заработали деньги, сделали ремонт, привели всё в порядок. Можно думать уже о следующем шаге. Можно думать о дизайне. О следующем шаге, совершенно верно. — Так, про снаряды мы поговорили? — Условно, да, что новые виды снарядов. — То есть вот все-таки эти два продукта, ракеты и снаряды, они параллельно разрабатываются? Или сначала сдадите ракеты, а потом снаряды? — Нет, они идут параллельно. Они идут параллельно, и они идут параллельно с гражданской продукцией. То есть гражданская продукция, как это ни странно, там вот на начало 90-х годов, она в современных ценах, это было более полутора миллиардов рублей. Чтобы было понятно, это сегодня, ну по сути дела, завод мог бы спокойно, выпуская только гражданскую продукцию, — Если бы сохранилось производство. — Если бы сохранилось производство, да, и были какие-то меры поддержки государства в части каких-то, значит, преференций и недопуска продукции, потому что эту продукцию, в принципе, мы могли у себя на территории страны спокойно производить. — Напомните, что реализовывали, что производили? — Это были станки, это были замоческабинные изделия, это была сельхозтехника, это была целая гамма пластмассовых изделий из пластических масс, вот, и резинотехнические изделия. — А прекратилось это всё, потому что в 90-е рынок открылся, и хлынули сюда импортные товары? — Совершенно верно. Начались вот эти вот, как бы, зоны турбулентности, когда все шарахались вправо-влево, вперёд-назад, друг у друга выхватывали вот эти заказы, смотрели, где дешевле, где быстрее, растаскивали оборудование, его перестаскивали, там, из цехов в цеха, вот, ну, как в стране, так, собственно говоря, и у нас на заводе это было. А потом настало время, когда нужно было опять вернуть всё по-старому, как вы сейчас любите, и как раньше, как раньше, да, сейчас вот вся шоколад как раньше, кельмениц как раньше, всё как раньше. — Мы вернёмся ещё к продукции, я просто хочу, чтобы мы могли подключить и Виктора Аркадьевича тоже. Виктор Аркадьевич, вы как давно работаете на Тельмаше? — Я пришёл в конце 2001 года на завод, и как раз вот этот, так, по-русски говоря, бардак, да, который на предприятии происходил, который был последствиями вот этого вот развала всего этого, я, конечно, это всё застал. — Что тогда происходило с коллективом, раз уж вы у нас за сотрудников отвечаете, что тогда происходило? — В каком состоянии вы увидели коллектив? — Как страна, как предприятие, так и завод, естественно, так и люди, потому что, ну, в то время даже чисто вот, если кто-то забыл или кто-то не столкнулся с этим, денег не было, зарплату людям давали продукцией. То есть люди работали, получали замками. То есть тебе дают замки, и ты сам, как хочешь, куда хочешь, ты их реализовывай. — На рынок, в поездах, по соседям и так далее. — Да, да, то есть твои проблемы, да, вот ты раздаёшь, значит, ну и кроме того, что вот продукции ещё и мало, мало этого ещё и задерживали, буквально я тоже, как говорится, попал в это всё, в ситуацию, ну, до трёх-четырёх месяцев зарплату не платили. Не скажу, что совсем не платили, платили по чуть-чуть, ну и вот и продукции, вот, но вот такие задержки... — Народ разбегался? Вот как коллектив сократился на сколько с 90-х годов? — Вот, вы знаете, я вообще, в принципе, в 90-е годы, когда завод работал, и при советской власти в численности предприятия была порядка 7 тысяч человек. — 7 тысяч человек? — Даже больше, да. — А в 2001-м, когда вы пришли? — А когда я пришёл, там уже было меньше тысячи. — О! Ну, минимально было до 7 тысяч. — Да, в принципе, да, ещё происходило сокращение, но постоянно, даже я когда начал работать на предприятии, то постоянно уменьшалось количество работников. Ну, и тут ещё, кроме вот всего этого, или даже следствием того, что вот в развала, да, получилось и то, что предприятие, это был ФГУП, Федеральное государственное монетарное предприятие, завод «Сильмаш», значит, он попал под банкротство. Вот, и я застал 4, по-моему, команды конкурсных управляющих внешних, которые там, ну, русски говоря, грели руки. Вот, потому что задача конкурсных управляющих, ну, все прекрасно знают, это... — Собрать конкурсную массу. — Да, собрать массу, рассчитаться с долгами, продать всё, что можно продать, всё, что ещё, значит, ну, и кто-то, может, ещё и украсть хотел. Ну, наверное, и получалось. — Вот, мне всё-таки удивительно, как в это смутное время не ушли с молотка корпуса завода. Фактически промплощадка сохранилась вся. — Вопреки, понимаете, вот не благодаря, да, вот правильно говорите, что... Хотя попытки были реальны, вот все эти приходящие, приходившие команды на предприятие сразу говорили, что все, кто тут до нас работал, все ничего не понимают. — Это традиция русская такая. — Да, а как себя показать, сказать, что твой предшественник был дураком, мягко говоря, да? Вот, если не более того. И сейчас я тут самый умный, всё знаю, обученный как раз конкурсному производству. Я сейчас наберу, наведу порядок, и всё быстро-быстро. Но на самом деле, конечно, всё было совсем не так. И каждое, вот я говорю, четыре команды были, и каждый приходящий начинал с того, что до него тут никто ничего не понимал, а он всё знает. И причём всё, что они предлагали, всё, что они как бы пытались сделать, и какие-то мероприятия, они всё и по кругу ходили, по одному и тому же. То есть одно и то же предлагали все. Вот. Одно и то же, значит, пытались сделать, и на одном и том же, значит, у них всё время это тормозилось. — Отнять и поделить. — Отнять, поделить, да. — Это очень похоже на то, что происходит сейчас у нас в дорожном хозяйстве городской администрации. Каждый приходит, говорит, всё будет по-новому, делает то же самое, потом уходит. Надеемся, что новый чиновник, который сейчас пришёл, что-то новое действительно тоже придумает. — Остановились на том, что у завода, на самом деле, есть хорошая подушка безопасности в виде производства гражданской продукции. Ну, это было, наверное, появилось по неволе, но на сегодняшний день это служит таким действием. Ну, была гражданская продукция и ранее, но появились новые. Да, и как раз Александр Васильевич возглавлял с 2011 года производство молочных машин. Ранее называлось это производство тоже на Сельмаше молочные машины русских, с 2011 года Сельмаши молочные машины. Вот насколько это интересно и насколько востребованы рынком эта линейка продукции, есть ли рост, есть ли экспорт. Потому что, на самом деле, мы на эту тему как-то не говорили особо. И есть ли, опять же, наработки уже какие-то новые или пока то, что было создано за дел, который ранее был создан. Да, а можно я традиционно, как мы с тобой это умеем, тоже еще свою добавочку сделаю. Вот Александр Васильевич сказал, что ранее в 90-х годах Сельмаш столько производил гражданской продукции, что в нынешних цифрах это было бы там полтора миллиарда рублей. Это очень серьезно. Мы помним 90-е годы. Диверсифицировали производство все предприятия ВПК и с разной долей успеха. Некоторые абсолютно провальные вели стратегии и не очень успешные совершенно. Пускалась продукция, судя по цифрам, которые вы сейчас называете, на Сельмаши, ниша, которую освоил Сельмаш, приносила хорошие деньги. Кстати говоря, ведь, по-моему, замки вот это вот все, оно оставалось. Оно осталось и сейчас. И осталось и сейчас, и сохранилось. В 90-е годы, я напомню, открылось производство еще, а у Вятка появилось, это производство труб для нефтегазовой промышленности. Совершенно верно. И это тоже было востребовано тогда, я не знаю, сегодня там, это уже, наверное, не в составе Сельмаши, но у меня нет такой производства. Это было подспорьем для 2000-х, да, когда нефтегазовая отрасль. Да, по крайней мере, часть коллектива могла трудоустроиться на этом производстве. Мы просто делаем такой вот немножко разрыв с 2001 к 2007 году и 2011, и я хотела немножко все-таки его запомнить, потому что, вот смотри, сейчас нам Виктор Аркадьевич рассказал, Александр Васильевич, про 90-е, и то, что было в 2001 году, когда вы пришли, и до 2007 года, когда, собственно говоря, основа возрождения была заложена, вот эти все процедуры банкротства, тяжелые, да, продажи, растаскивания всего. Наоборот, незаложимо тогда было. Нет, 2007 год, я себя отметила, прозвучала такая фраза, это была основа возрождения, вот этот год, год возрождения. Начало, начало, это как раз, да, это акционирование предприятия, вот, приход нового менеджмента на предприятие. К этому началу давайте все-таки подойдем, вот в 2007 год. Что произошло и что тогда осталось на предприятии? Какие люди остались на предприятии? Какие производства действовали? Ну, с 2007 года, по сути дела, работало только гражданское производство. То есть доля спецпродукции, она была на уровне математической погрешности. А в чем причина? Ведь заказы были на других предприятиях? Не было заказов. Или их? Нет, заказов в принципе не было. На тот период было выпущено столько спецпродукции, что все, условно говоря, склады были ей заполнены. Вот. Старая продукция никому не была интересна, нового ничего не было, поэтому сказали просто, ну, прекратить. Вот. А завод выжил, собственно говоря, только за счет гражданской продукции. То, что он продолжал работать, продолжал покупать материалы, платить заработную плату. Ну, да, конечно, да, были налоговые обязательства, которые были отсрочены там на несколько лет. Но прежде всего выплачивалась заработная плата и выпускалась продукция. Она продавалась, снова покупались материалы. И, то есть, объемы выпуска, они не падали. Вот они просто не падали. То есть, работали, конечно, и продажники, и коммерсанты. Вот. Различные были формы расчета, значит, за эту продукцию. Но, тем не менее, завод выжил только за счет гражданской продукции. Это выпускались станки, это выпускались, значит, замочно-скобяные изделия. Это в кооперацию предприятие было, значит, включено по работе святкой, которую вы упоминали, вот. Вот. С предприятиями, значит, за пределами Кировской области, с Амутневским металлургическим заводом. Ну, собственно говоря, вот разновекторность, она позволила предприятию тогда, вот, собственно говоря, выжить. Именно разновекторность. 2007 год. Состав коллектива. Сколько человек? Ну, численность, она где-то, вот, примерно так, около тысячи человек. Около тысячи человек, она и сохранялась, да. Ну, там плюс, естественно, оптимизация. Какие-то ненужные структуры, малоэффективные были, значит, реорганизованы. И вот с этим всем тяжелым наследием в 2007 году пришла новая, встретилась новая команда. Ну, не встретилась, а пришли люди, которые искренне хотели предприятие спасти, потому что, ну, у нас у всех, собственно говоря, не так давно это было, как предприятия у нас просто уничтожались. Надо вспомнить, что стало с Кировским Рисмашем, что стало со всеми, с многими предприятиями. Приборостроительный завод, который напротив завода Римаш. Крин, значит, Крин, туда же попадает Авторемзавод, значит, да, где у нас сейчас находятся тоже торгово-развлекательные комплексы. Ну, собственно говоря, все предприятия, домостроительные комбинаты все, если вспомнить, что с ними произошло. Ну, это же, собственно говоря, участь жила из завода Сильмаш, потому что там были энергетические мощности, там была очень большая территория. И именно вот этот энергетический потенциал, он, собственно говоря, и привлекал всех. То есть, хотелось просто взять вот это имущество, и на уже не вкладываясь на готовую инфраструктуру создавать уже, значит, там, жилье строить, либо еще чем-то заниматься. Но курс был взят на то, что именно территория должна остаться именно производственной. И в результате все предприятия в контур завода Сильмаш были возвращены. Все, без исключения, это и там спецоборудование, которое выпускало сейфы. Там одним из первых в Российской Федерации начало выпускать металлическую мебель, сейфовые ячейки, значит... А сегодня это есть? Сегодня это есть, там еще гораздо все веселее, чем было, значит, в 90-х годах. Что вы имеете в виду? Ну, там и оборудование уникальное, и продукцию они делают уникальную. О которой мы не можем рассказать? Можем, почему можем? Это противопожарные двери, это, значит, различная утварь для домашнего хозяйства. Это, ну, я говорю, противопожарные двери, да? Противопожарные двери, сейфы. Просто двери металлические. Ворота металлические. То есть, первое время, после того, как предприятие было приобретено, оно 3-4 года только непосредственно завод Сильмаш работало, потому что нужно было поменять все двери, поменять все ворота, заменить там, изготовить массу тары, которая была... Делали ворота и двери, ход с боссом. Да, сдана в металлолом, потому что, ну, как раньше было, денег нет, значит, снимали металлические полы и отправляли это все именно в металлолом, чтобы потом заплатить зарплату. Да, я, кстати, сам участвовал в процессе сбора металлолома по территории. И за это получал зарплату, в принципе. А сейчас, в чем было принципиальное отличие? Смотрите, если взять 90-й год, то были центробежные процессы. Каждый пытался выжить в одиночку на территории завода. Там были хозрасчетные цеха, хозрасчетные участки. Значит, каждый тащил оборудование людей, специалистов, значит, и пытался в одиночку выжить. А с 2007 года все пошло в обратную сторону. Мы, значит, все предприятия возвращены, начали возвращаться, значит, под единое руководство. И начала развиваться именно специализация. То есть, кто на чем может себя ярче проявить, лучше сделать, качественнее, да, началась обратно, процессы двинулись в противоположную сторону. Этот хозрасчетный способ, он ушел в небытие? То есть, сейчас уже нет зависимости от того, насколько успешно идет та или иная продукция, там, уровень зарплаты? Нет, нет. Сейчас просто предприятие дополняет друг друга. То есть, если, допустим, молочные машины специализируются, значит, на разработке программного обеспечения, на разработке, значит, пультов управления, работают с нержавеющими металлами, значит, сталью и, значит, пневмоаппаратурой, то вот этот опыт, он автоматически распространяется на все потребности предприятий, которые в контуре находятся. То есть, если там вот квалификация есть, это ли, как бы, современное слово, компетенция, то она распространяется уже полностью на всю территорию. Аналогичная ситуация там с Вяткой. Если Вятка делает продукцию, значит, на внешний периметр, то и изделия, которые нужны в текущем производстве на заводе Сельмаш или на молочных машинах, они, значит, поступают на эти предприятия. Но Вятка, Вы говорите, по старинке, то есть, это уже не отдельное юрлицо. Это отдельное юрлицо. Почему? Отдельное юрлицо, да. Это уже в контуре заводится. Все сохранено, да, все сохранено, сохранено, значит, название, традиции, репутация, чтобы никто не сомневался в том, что, значит, кто-то что-то хочет здесь ухудшить. Мы делаем только все для того, чтобы становилось лучше. Мы продолжаем разговаривать с представителями нашего партнера, с представителями завода Сельмаш. Александр Максим, первый заместитель генерального директора завода у нас в студии и Виктор Сунцов, председатель первичной профсоюзной организации «Сельмаш». Тема наша называется «Старый новый Сельмаш, как предприятие пережило с мутной временой и наращивает ассортимент продукции». И мы уже начали в первой половине встречи говорить о продукции гражданской, хотя вообще программа началась с новинок, которые нас ждут по продукции оборонного комплекса. И хотелось бы просто остановиться и разобрать кейс появления, с появления до сегодняшнего состояния такой линейки продукции, как молочная машина. Изначально молочная машина русских, сейчас это называется «Сельмаш» молочная машина, тем более, что Александр Максим, который является первым заместителем гендиректора, в свое время, в 2011 году, возглавил как раз производство молочных машин. Я думаю, что, знаете, от и до это производство, и, в общем, всю подноготную по его реализации, по реализации этой продукции. Вот сама потребность появления, неужели не было подобных производств в России, или нашли возможность сделать это лучше, дешевле, качественно? Первое, с чего хотелось бы начать, именно вот первое. Все уже сейчас забыли, как в свое время у нас Владимир Владимирович говорил, что надо удвоить ВВП, да? Сейчас уже никто об этом не вспоминает. Уже удвоили. Я не знаю, как там, кто что делал, мы реально удвоили. Удвоил его «Сельмаш», удвоил его «Сельмаш» молочная машина. Причем это уже никого не смущает, сейчас уже думают о том, как утроить, учетверить там и так далее. «Сельмаш» это сделал три года назад он удвоил ВВП, объем выпуска увеличил в два раза. Молочные машины это сделали в прошлом году. То есть объемы выпуска возросли в два раза. Сегодня предприятие уже близко к тому, чтобы перегнать «Сельмаш», я скажу там, наверное, 2013 года по объему производства продукции. То есть это уже будет больше 300 миллионов рублей. То есть 2013? Нет, просто в свое время мерили, всегда по 1913 году. А сейчас 2013 года, да, 2013 года. На предприятии «Стабильный коллектив», я сейчас имею в виду «Сельмаш» молочной машины, очень серьезный инженерно-технический потенциал, потому что предприятие единственное в мире, кто работает на электронике японской компании «Амрон», имеет эксклюзивные права и цены по приобретению этого оборудования. А мы знаем эту электронику по атонометрам. Совершенно верно. И всяким галетам. А вот в пищевой промышленности использует ее только «Сельмаш». помимо «Сименса». «Сименс» — это 99,6 после запятой в мире. И вот где-то одна там миллионная. Это ваше самому. В сегодняшних условиях это очень хорошо. Это чудаки. С Японией у нас лучше отношения, чем с Германией. Сейчас лучше, гораздо, да, я думаю, лучше. Потому что лично руководитель и собственник компании принимал эксклюзивные условия поставки этого оборудования в Российскую Федерацию. Сейчас «Сельмаш» молочной машины. Предприятие разрабатывает самостоятельно программное обеспечение, то есть выполняет весь комплекс работ по переработке молока, начиная от разработки технологии, изготовления оборудования, разработки программного обеспечения, монтажа этого оборудования. То есть это весь комплекс работ, за исключением оборудования для фасовки и упаковки. То есть все полностью делается сегодня на предприятии. География поставок — это на востоке. Это Томск, это примерно где-то район Красноярска, чтобы было понятно, Енисей. На востоке — это Калининград, север — это Нарьянмар, а юг — это Таджикистан. Неужели на Нарьянмаре есть коровы? Совершенно верно. Есть коровы, есть настоящее молоко, и есть настоящий йогурт. Потому что заказали именно оборудование для изготовления натуральных продуктов, которые... На месте, чтобы свежие. Совершенно верно, совершенно верно. То есть вот эти очаги свежих продуктов, они сохранились, и с использованием оборудования, которое делается в нашем предприятии, вот эти традиции Советского Союза, как я говорил, как раньше, тот самый чай, тот самый молоко... Где производим, там перерабатываем. Совершенно верно, да. То есть это небольшие машины под небольшое производство? Ну, машины у нас рассчитаны, в принципе, на любое, объем переработки молока. То есть все зависит от того, что человек хочет получить. И на что нацелены предприятия. Многие предприятия работают с кредитами, берут кредиты, значит, работают по лизинговым схемам, только для того, чтобы, значит, купить оборудование, которое выпускается непосредственно у нас на предприятии. Есть ли какие-то уже опыт экспортных поставок этого оборудования? В прошлом году у нас была попытка выйти на европейский рынок, но тендер там не состоялся. То есть есть у нас, собственно говоря, уже возможность это оборудование продавать. Начнем это, я думаю, в этом году. И связано это будет с производством как раз вот сыроп с плесенью белых, с белой и голубой плесенью. Мне бы хотелось, чтобы кто-нибудь здесь купил такие машины. Да. В Кировской области. В Кировской области. Да, но в Кировской области. Что очень хочется. Самое интересное, никто что-то не хочет делать. Эти сыры, оборудование, мы готовы это сделать. То есть это абсолютно реально. В таком случае, вот, в Кирове все-таки есть ли потребители вашей продукции? И где-то она восточной работа? Конечно, конечно. Это Вожголове, это Котельнич. Я не буду говорить там полное название, чтобы никого не рекламировать, но это Вожголове, Котельнич, это Киров, непосредственно Киров. Это предприятие, которое, слово корова имеет в своем... На посегово полностью комплектованное. Именно там я впервые увидела это оборудование, на самом деле. Совершенно верно. Да. Ну, практически все предприятия, так или иначе связанные с переработкой молока, имеют в своем арсенале наше оборудование. Я думаю, ни одного нет сегодня предприятия на территории Кировской области, где бы оборудование нашего не было. Но ведь изначально в линейке гражданской продукции, я имею в виду конец 90-х, вернее, начало 90-х, такого продукции не было? И создавалось предприятие, ну, наверное, в самые тяжелые времена, я уже много раз во многих местах об этом говорил, что буквально там на последние деньги была расчищена территория. Ну, вот мы там часто говорим, почему там у нас город не прибран, почему у нас так вот все серо-уныло. Но вот как раз вот была ситуация, когда на последние деньги, то есть были собраны последние ресурсы, вычищен цех, наведен порядок, покрашены там потолки, стены, туда вот затащили, купили какое-то начальное примитивное оборудование, и вот с этого, собственно говоря, начало предприятие работать. Это был 2007 год, даже не пошло не седьмой, это был 2009 год, вот, в принципе, это год создания этого предприятия, начало развития этого направления. Но здесь научная база специфическая, она все-таки разнится от того, не окра, который ведет управление спецпроектов, а спецпродукции, да? Конечно. Или пересекаются, есть какие-то... Нет, нет, это абсолютно отдельное направление, самое достаточное, которое уже не первый год себя зарекомендовало на рынке. Есть традиции уже, есть потребители, которые обращаются уже, заказчики по второму, по третьему разу к нам, потому что жизненный цикл оборудования, вот, связанного с молоком, он не столь продолжительный, потому что среда эта все-таки специфичная, и здесь требуется, чтобы качественный продукт был, требуется постоянное обновление оборудования. Плюс сервис. Конечно, конечно. У вас есть какие-то сервисные службы или... Мы даем гарантию на все оборудование, причем, ну, стараемся дорожить репутацией, чтобы малейшие какие-то капризы, потому что все-таки вы знаете, что пищевики, они изначально все капризны, потому что там и требования высокие к качеству продукта, вот, и среда специфичная, и условия хранения, условия переработки, поэтому здесь, вот, если не отвлекаться на требования заказчиков, на требования потребителей, очень серьезные риски именно вот, вот, производство продукции ненадлежащего качества, поэтому мы стараемся это все свести к минимуму. Вот как раз вопрос о материалах, которые используются для производства вот этих машин. На начальном этапе, как минимум и точно, было сказано, что много импортных материалов было, в том числе и металл, заложен в эти машины. Вот сейчас что-то изменилось, то есть кто ваши поставщики для производства этих машин? По металлу, по начинке мы поняли, что это импортная. Это импортная, да, электроника. Ну, электроника это Амрон, комплектующие, ну, процентов, наверное, на 80, это все-таки отечественные, и все, что идет там в части электроустановочных материалов. Пищевые нержавеющие стали, они все отечественного производства, все имеют сертификаты качества, то есть то, что непосредственно, значит, контактирует со средой, с рабочей, то есть тем, что станет потом, в конечном итоге, продуктами питания, оно только на отечественных материалах. То есть больше 90% это все-таки отечественные. А уже все, что, собственно, с материалами не работает, не соприкасается, значит, ну и то, что имеет более эстетичный вид, выглядит покрасивше, блестит, это, естественно, все-таки пока это в уровне технологии, не всегда можно встретить в Российской Федерации. Это германский, по-моему, насколько я помню. Это Германия, это Индия. Это тоже серьезные поставщики достойного качества продукции. Но, собственно говоря, мы цены держим в открытом доступе, то есть всегда люди видят, сколько стоит оборудование, и они прекрасно понимают, что оно чуть-чуть дороже, только потому, что гарантированно там используются материалы высокого качества. Чуть-чуть дороже по сравнению с кем? То есть в России есть подобное производство? Со всеми предприятиями. Ну, по крайней мере, в Кирове, я думаю, на нас ориентируются, потому что мы в открытом доступе это все держим. И предприятие никогда не работало по серым схемам, всегда платило официальную зарплату, всегда платило налоги. Вот. Всегда вот Виктор Аркадьевич Сейчас мы все время отдадим Виктору Аркадьевичу и оставшиеся, да? Похожи за стол. Всегда платили, значит, налоги. То есть люди имеют официальное трудоустройство, прекрасно осознают стабильность, которую им дает предприятие. Вот. Получают зарплату, которая, она даже выше той, которая сегодня на заводе Сильмаш. На заводе Сильмаш средняя зарплата сегодня 32 293 рубля. Она, можете сравнить ее со средней зарплатой в Кировской области, она намного выше. А на молочных машинах? На молочных машинах она еще выше на 30%. На 30% выше. А с чем это связано? С успешностью работы? Это связано с тем, что все-таки, ну, во-первых, оборудование дорогой раз, второе, отдача от каждого работника, она выше, и ответственность там, уровень принятия решения, и уровень, значит, ответственности за сделанную работу, все-таки здесь выше. Более высококорректированное. Да. Оно более высокотехнологичное, это оборудование. То есть, это все-таки классическое машиностроение, там всегда, всегда, во все времена, зарплата и уровень доходов предприятий был выше. Молочные машины сложнее, чем ракеты. Какое ощущение? Ну, неуправляемые ракеты, да. Мы говорим о развитии завода Сельмаш, и у нас в гостях Александр Максим, первый заместитель генерального директора завода, и Виктор Сунцов, председатель первичной профсоюзной организации Сельмаш. Вот мы уже так или иначе, в течение этого часа, уже почти полутора, затрагивали вопрос кадров. Мы говорили о том, что почти 7-тысячный завод, правильно я помню, в 90-х годах, ужался до менее чем тысячи. Да, в 10 раз почти ужался, что были очень сложные времена. Понятно, что высококвалифицированные специалисты, если они могли, трудоустраивались на других предприятиях, если нет, вынуждены были точно так же, как все остальные россияне, превращаться в челноков, и продавать замки, и прочее. Но теперь, в связи с тем, что завод практически полностью возродился, и он имеет сложное, диверсифицированное производство, и военная продукция, продукция специального значения, и традиционная гражданская продукция, будем скромно так обозначать, замки все-таки, это такой символ, замки, двери, металл, и молочные машины, сельмаш. И везде мы понимаем, что уровень того, что вы производите, я не знаю, может быть, исключая замки, хотя вот вы мне сейчас скажете, наверное, Виктор Аркадьевич, что лучшие замочные мастера, это тоже очень, очень редкие, на самом деле, сотрудники, и везде требуются высококвалифицированные кадры. Особенно меня поразило, что вот тот цех, который занимается электроникой, да, работает на электронных станках по производству, с ЧПУ, да, с ЧПУ, 28 лет, 28 лет, а мы еще вот буквально несколько лет назад говорили, что у нас большая, большая проблема с вот этими кадрами, потому что кадры, которые в советских времен остались и работали на станках с ЧПУ, и по всему миру эти специалисты требовались, и даже наши специалисты, кировские, по всему миру путешествуя, работали на разных заводах, вот у нас большая проблема. А у вас там целый цех младых специалистов, которые работают с такими. Надо отметить, что сейчас, наверное, 7 тысяч уже не надо, потому что появились станки с ЧПУ, и более прогрессивные производства. Давайте с этого начнем. Сколько всего сейчас человек минимизируется в общем. Работает, Виктор Акадьевич? Ну, вот сейчас у нас около тысячи человек в коллективе, да, на заводе Сильмаш. Это включая все остальные производства? Нет, нет, это непосредственно. То есть это исключает машины Русска, молочная машина Сильмаш, исключая Вятку, исключая Вятку, исключая спец... Ну, наверное, полторы. Если все вместе, да. В принципе, я как бы, так как у нас, в принципе, все остальные предприятия это отдельные юридические лица, поэтому я только за Сильмаш. Давайте за Сильмаш. Да, непосредственно то, чем занимаются предприятия. Связи между производствами Александр Васильевич прекрасно рассказал, я думаю, тут вопросов уже нет. А что касается людей, вот на Сильмаш да, около тысячи человек, непосредственно, кто в штате завода, вот. Что касается молодежи, да, вот средний возраст 45, вот этот цех, который выпускает у нас основную продукцию, выпускающий, вот он самый молодой на предприятии, ну, заинтересованность, конечно, молодых людей в том, что там, во-первых, условия лучше, да, именно производственные, то, что техника новая, оборудование, а молодежь сейчас, вот их на, так скажем, советские станки, которые, значит, заточены на производство, ну, полуавтоматы, если вот, да, немножко в курсе, что это такое, вот, во-первых, они старые, во-вторых, они неинтересные, ну, что там поставил, да, заготовку вставил, и он там шурует, монотонный, механический, то есть тут есть какой-то, кресо встал и шлепаешь, да, то есть, ну, тяжело, но пока, наверное, попробовал, где-то было, да, я уже с другом, но я видел производство, там, с лобовском белых лавниц, просто видел, вот, здесь, конечно, молодежи, интересно, тут есть какая-то, можно подумать головой, да, если кто хочет, в самом деле, да, и молодежь, вот она сейчас приходит, откуда, вот самое важное, откуда вы ее берете? Значит, пришло, ну, тут Александр Васильевич, конечно, может, наверное, побольше сказать, потому что он, в принципе, занимался подбором кадров, да, именно вот этого производства, ну, пришли из других предприятий, да, в частности, с Маяка пришли люди, значит, молодые ребята, активные, вот, а дальше, в общем-то, и люди идут, так скажем, с улицы, со стороны, то есть берет, берут молодых ребят. Это все наши кировчане? Да, это все кировчане. Это выпускники политеха? Нет. А кто это? Это в том числе выпускники школ. Прямо со школьной семьи? Прямо со школьной семьи, которые, по работе на заводе, поступают в технику, поступают в институты, которым уже, ну, становится ясно, там, по прошествии, я думаю, там, шести-восьми месяцев, интересно это будет, там, в жизни или нет. Кто здесь более эффективен, по вашему опыту? Люди, которые пришли со школьной скамьи, попрактиковались, потом сделали выборы, пошли там, да, дополнительные образования получать? Ну, как ни странно, это так, это люди, закончившие школу, которые, собственно говоря, ну, не надеются на то, что они могут позволить себе потратить, там, четыре-шесть лет просидев в институте, потому что, у меня вот был опыт такой, за прошлом году, когда я пришел к выпускникам и предложил прийти на завод поработать, да, они говорят, ну, нам надо отдохнуть, у нас каникулы. Это к выпускникам нашего университета, привязанного, государственного, да, они сидят и говорят, что через два года должна начаться самостоятельная жизнь, люди должны начать зарабатывать деньги, как-то, да, себя содержать, они говорят, ну, нет, а еще же каникулы, два месяца, а может быть, мы еще тут подождем, я говорю, а кто же, говорю, вас будет кормить, на что вы собираетесь жить, и ведь все равно через два месяца начнется эта жизнь. Я просто вспоминаю себя, у меня была точно такая же история, собственно, я была счастливым человеком, который все лето провел на лужайке у цирка, читая книжки, а за две недели до первого сентября мама сказала, дочь, начинается учебный год, ты вообще-то педвуз закончила, где-то твое рабочее место. Пора работать. И, ну, я Виктора Качина немножко сейчас, разрешите, перебью, подход у нас очень простой, мы берем всех, всех по результатам собеседований, вне зависимости от того, какое образование. И сегодня вот в цехе, в чем специфика, сформировалась среда, вот среда, в которой просто молодежи интересна, понимаете, ну, примерно одного возраста люди раз, то есть, произошла вот смена поколений, как ее особо никто не заметил, вот, и люди сами эту среду уже формируют, то есть, какие-то вот начальные действия были сделаны, а сейчас эта среда, так как это производственная среда, она нормальных людей, она поднимает наверх, да, те, кто не достоин быть поднятым наверх, она, значит, просто выталкивает, не принимает. и дальше начинает всю эту жизнь уже своей жизнью, собственно говоря, как растение, как любой нормальный здоровый коллектив, вот, поэтому, говорю, мы берем людей не исходя из того, значит, какое у него образование, а исходя из того, что ему интересно, потому что первый вопрос, что тебе в жизни интересно, да, и что ты хочешь в жизни. Мотивация, конечно. Да, вот если человек говорит, ну, вот, я хочу вот это, вот это, там, ну, иди тогда попробуй, вот, тебе помогут, какое-то время, подойдет, не подойдет, будет ясно буквально, там, по прошествии очень короткого промежутка времени. Ну, наверное, зарплата и среда, это важно, безусловно. Ну, зарплату начинает получать, я отвечу, начинает получать сразу, там, от 25 тысяч рублей, то есть, для человека, не имеющего, там, образования, либо имеющий какой-то минимальный опыт, я считаю, что это, в принципе, неплохо. Начать с этого, а дальше уже определиться, если ты хочешь зарабатывать больше, ты будешь зарабатывать больше, успевай, развивайся, думай, получай образование, потому что предприятие всячески поддерживает людей, которые получают образование, то есть, это только приветствуется. Это как? Поддерживает, в смысле, отпускает в академические отпуска? Это вообще по определению, это вообще по определению, потому что, ну, это законы и требования, это даже не обсуждается. Или есть возможность, в том числе, частично, там, за счет предприятия учить? Ну, вы знаете, что, немногие идут на это, чтобы, все-таки, молодежь, она сейчас хочет себя чувствовать свободно, чувствовать свободно. Многие устраиваются на завод, но есть такие, кто, допустим, никого не берут еще на другие предприятия, где требования повыше, вот, где, может быть, сложнее, там, с точки зрения, каких-то связей, там, и всего остального. Вот. У нас, как я всегда говорю, при приеме на работу, блата нет. Вообще, у нас блата нет на заводе, чтобы это тоже было понятно. И на меня почему-то смотрят. Все. Все. Мы принимаем всех, а дальше, пожалуйста, кто готов развиваться, только всячески это поддерживается. Вот мы, когда разговаривали с представителями завода 1 мая, дружественного предприятия, они говорили, что хотят на своей площадке, в том числе, организовать учебный центр. Да. Именно свой, не муниципальный, не бюджетный, а свой учебный центр. Понятно, что сейчас, там, специалистов, специалистов с высшим образованием, способных работать с умной техникой, найти, наверное, проще, чем специалистов высокого уровня рабочих. Да. И старые кадры, они все равно уходят, нужно обновление, и чтобы вот это обновление получить, к сожалению, того объема выпускников, которые выпускают наши техникумы, колледжи, бывшие училища, недостаточно. И предприятия, слава богу, в Кирове работают, да, аналогичного профиля, и забирают, наверное, к себе, там, лучших выпускников колледжа и техник. Вот у вас есть что-то подобное, и какая-то школа собственная по подготовке рабочих кадров? Ну, мы приглашаем, формируем группу, формируем группу, разрабатываем учебную программу, приглашаем специалистов университета, вот нашего опорного вуза, приглашаем специалистов из техникумов. Это прямо на территории завода? Прямо на территории завода, да. В том числе, эти группы, есть практика, и когда эти группы, значит, ходят на обучение в инситут. Это мы делаем регулярно, особенно вот касаемо нового оборудования, то есть, ежегодно, это где-то 2-3 раза за год мы, в общем, эти группы... У вас такие связи именно с политехом или есть и с сельхоз? Там тоже есть направление. С политехом, с сельхозинститутом, да, с политехом и сельхозинститутом. А с авиационной техникой, вот традиционной, просто людей на работу берем. Знаем уже примерно. Уже есть просто, знаете, это как тарафан на радио. То есть, когда я туда пошел, значит, люди уже знают, где примерно что и как. Общее представление складывается. То есть, вначале было тяжело, но в этом году, в этом году суммарно предприятие, чтобы тоже некое представление было, значит, приобрело оборудование на сумму более 300 миллионов рублей. Не слабо. За год. То есть, и тенденция, это вот, она должна быть сохранена в этом году, то есть, все будет силы брошено на то, чтобы вот эти темпы роста нам сохранить, хотя бы на уровне 18-го года. Это значит, что у вас увеличится и коллектив тоже? Это значит, что он качественно изменится, этот коллектив, то есть, вот, из тех даже людей, кто сейчас работает, требования будут выше, соответственно, будет выше заработная плата. Люди об этом заранее знают, то есть, они понимают, что они должны быть... они это видят. Когда каждый день поступает, ну, каждый месяц поступает оборудование, как бы, да, люди-то ведь это видят. Не надо ничего рассказывать даже. И все уже потенциально, там, примеряют на себя, вот эти вот, возможность работы на этом оборудовании. Я просто что хочу сказать. Вот сейчас коллектив тысяч человек, да, оборудование приобретается, мы понимаем, что роботизация, там, да, и прочее. Есть представление на заводе в ближайший год, два, три, останется в стабильном количестве сотрудников, или оно будет расти, или будет сокращаться? Ну, вот я как защитник, да, как защитник прав трудящихся, представитель, значит, профсоюзной организации первичной, конечно, я занимаю позицию максимально направленную на то, чтобы все-таки людей сохранить, сохранить численность людей, да, не выбрасывать вот их, ну, на улицу, как вот, да, это с одной стороны, но с другой стороны, получается, вот действительно, если человек реально уже не в состоянии исполнять то, что от него требуется вот по производительности труда, может быть, есть, есть же инерция, очень высокая инерционность у нас, в людях, да, вот, допустим, ну, те же люди, которые работают вот на этих, на полуавтоматах, станках, да, где не нужна квалификация, вот, как я уже говорил, значит, пруток воткнул, и он там, значит, полчаса, его пилит тихонько на кусочки, вот, или та же, та же молодежь, которая работает вот на новых, современных станках, конечно, почему бы, допустим, опытному рабочему с полуавтомата не перейти на новый станок с ЧПУ, да, но ведь, ну, сами, наверное, знаете, да, психология, во-первых, люди боятся перемен, однозначно, это практически все, особенно, начиная с определенного возраста, да, чем человек старше, тем он инерцированнее, естественно, вот, вроде бы, с другой стороны, конечно, можно его понять, что, да, человек вот отработал много лет на предприятии, сейчас, ну, еще и правительство нас позаботилось, значит, в уголе, да, добавили нам еще пятилеточку, вот, то есть, вроде бы, да, и социальная-то, политика, предприятия, она все-таки направлена на то, чтобы с людьми-то, ну, не разбрасываться кадрами, да, вот, и поэтому, конечно, сохраняется, и моя позиция, еще раз повторю, как про сыр. современность, современность, 21 век диктует то, о чем говорили нам фантасты в середине 20-го, да, что все равно умные машины, они будут потихонечку вытеснять человека, но человек будет находить для себя другие ниши. Виктор Акрадьевич, вот, говорили про зарплату, говорили про условия труда, новые оборудования и так далее, но понятно, что человек живет не только этим, да, особенно, учитывая, что мы большую часть жизни проводим, именно в 17 предприятия, есть коллектив, да, есть люди, с которыми ты взаимодействуешь, наверное, есть какие-то внутренние активности, есть активности, которые поддерживают профсоюз. Насколько вот эта работа поставлена на Сельмаши, есть ли какие-то позитивные изменения в последнее время? Вот вы знаете, мы начинали разговор с тяжелых времен, да, с тяжелого времени завода, естественно, это не могло не коснуться и людей, и это и общественная организация. Очень многие говорят, а зачем мне профсоюз, с него никакого толку, да, и в принципе, и сейчас еще такие разговоры периодически есть, ну, имеют место быть, да, вот, и вот, та продолжительность вот этого, так скажем, безвремени, да, она, конечно, даванула очень здорово, то есть, когда вот я в 17-м, в 15-м году возглавил профсоюзную организацию, предприятие, там было всего 100 человек в профсоюзе, численность, то есть, на сегодняшний день удалось численность поднять до 300 человек, но... Это уже в ВВП увеличен в три раза. Ну, тут, да, нет, организация не коммерческая, поэтому... Но по показателям все равно пережили. но, тем не менее, это еще недостаточно, потому что... Почему? А потому что должно быть... Разве это не пережиток какой-то, не астовизм прошлого, профсоюзная организация? Они сейчас... Для чего нужны? Я с вами не соглашусь. Вот, конечно, тут вопрос, наверное, разговора там, наверное, еще не на одну передачу. А мы как-нибудь и Береснина сюда тоже пригласим. Вот, и с Береснина, наверное, начали. И тут подискутируем. Да, да, не с ним начали. Нет, конечно, это был провокационный вопрос, но вот вы говорите, что было 100 человек, стало 300. мотив вступления. А мотив... А просто улучшилась жизнь. Очень просто все, да. Люди стали жить лучше. Ну, почему лучше? Потому что работа появилась, да. Потому что раз появилась работа, появились деньги. Естественно, то, о чем уже говорили, что произошли улучшения условий труда, это ведь не только оборудование, это и чисто бытовые даже помещения, которые отремонтировались вот за это время, вот за короткий срок буквально, вот начиная, когда... Два-три года. Да, два-три года, начали зарабатывать деньги. Причем даже вот в это время, когда у нас вот появились... Вы не знаю, поверите или нет, ремонт корпусов происходил без остановки производства. И, ну, можно было снимать, наверное, фильм про войну, потому что не было... В войну как раз ставили оборудование, начинали работать, подостроили стены. практически под открытым небом. Значит, тут не было стен, тут оборудование... Кровли не было. Кровли не было, снимали полностью, ну, покрытие, да, стены снимались, оставался только каркас у корпуса производственного. При этом оборудование продолжало работать. Люди продолжали работать. Зимой. Да, зимой это все происходило. Значит, что делали? Делался пленочный... Саркофаг. Ну, закрывали каркасы из досок, да, и саркофагом, и туда тепловыми пушками создавали просто температуру, которая нужна для работы оборудования. Ну, естественно, люди, да, ну, да, скажу, что, говорили, что это такое, ну, это же безобразие, а с другой стороны объясняли, так ты подожди, вот сейчас тяжело, да, но это все будет сделано, и будет все хорошо. И если, допустим, ну, все же, да, как я говорю, на моей памяти, вот, говорит, все плохо, холодно в цехах, да, сейчас ходит, сейчас жарко, ну, что так жарко стало, так, ребят, вы определитесь, вам, что же хорошо-то, вот, те же бытовые помещения, ну, просто страшно было смотреть, да, ну, понятно, и все это советских времен, 30 лет не было ремонта, 30 лет. Ремонт, да, деньги не вкладывались, все это, ну, вы вот дома у себя, да, попробуйте, где-то что-то, 30 лет делать ремонт. Да даже чего? И отношение дома другое, 30 лет еще слава богу. Ну, какой 30? Ну, да, ну, правильно, потому что ты дома, а там приходят люди, которые, есть же много народа, причем вот именно та ситуация, которая была в стране, а это не мое, а мне это, понимаете, я вот пришел, вот я сегодня день тут отработал, мне еще за это не заплатили. Вот это очень важно, Виктор Аркадьевич, что вы сказали, то есть вот кроме того, стабильная работа, стабильный постоянный заработок, перспектива развития предприятия и ощущение того, что это мое, это очень важно, чтобы человек приходил на работу с ощущением того, что он пришел к себе на работу, а не просто отработать день. И тогда люди начинают объединяться, действительно уже задумываются. есть такой термин, вовлеченность, она измеряемая, да, и дай бог, что после Маши вовлеченности Тарасова тоже, и чтобы социальная активность шла не только извне, со стороны руководства, чтобы сами появлялись ячейки этой активности, советы молодежи и прочее. После этих тяжелых послевоенных лет, что называется, когда восстанавливали всем народом завод, сейчас на что уже хватает этой вовлеченности у людей? Вот, вы знаете, в принципе, людей, конечно, основная задача особенно у молодежи это заработать, да, и все равно вот это вот, даже на молодежь вот эта инерционность вот этих тяжелых лет, вот этих 90-х, она, конечно, она же, ну, даже, ну, они же не с Луны к нам упали, у них семья, родители, понимаете, это где-то... условия жизни определенной. Да, они же прожили все равно где-то в этой же нашей среде они жили, то есть и инерционность может быть даже, так скажем, в кровью у кого-то. Дайте нам что-то хорошее, Виктор Аркадьевич. Хорошее, пожалуйста. А то я сразу вспоминаю, как моя сестра говорила, как вынуждена была ребенка своего кормить вот этими самыми рожками, ничего больше не было, ни игрушек, ничего. Сейчас-то что? Что сейчас? Сейчас на предприятии социальная политика ведется, вот для чего профсоюз нужен, да, вот вы задали этот вопрос, зачем он? Вот, да, опять же, очень долго можно рассказывать, но суть в том, что... А придется коротко. Придется коротко. Три минуты у нас осталось. Значит, профсоюз на сегодняшний день, я вижу основную задачу в том, чтобы людей как раз объединить. Причем объединить их не на борьбе за свои права. Организовать именно. Объединить, организовать. И не на борьбе за свои социальные права с работодателем, что, кстати, многие вот, типа, ты же должен с работодателем бороться за права трудящихся. Я считаю, что это неправильная позиция, потому что работодатель, если мы его поборем, то мы все окажемся на свежем воздухе, да, за территорией предприятия, если мы реально поборем работодателя. Вот, поэтому объединяем работников всех, особенно молодых, стараемся, значит, вовлечь не только в работу, но и в какие-то социальные... Какие? А вот идет... Скажи, короче, походы, то, что организовывает Виктор, конечно, он просто не говорит. Ближе к микрофону. Это регулярные, значит, спортивные мероприятия, это выезды на каток, это посещение театров, понимаете, в театры народ стал ходить. Хвастаться не приучили. Что значит хвастаться? Это очень важно. Народ стал ходить в театр, понимаете, когда такое было, чтобы завод организован своих работников мог повезти в театр. А сейчас это все возобновляется. Это регулярные праздники новогодние, регулярные корпоративные мероприятия. В этом году 80 лет Виктор Ракай еще скромничать не говорит. Предприятию в этом году 80 лет. В июне месяце, да. Праздновать будете. Ну, есть мнение, что необходимо, ну, как получится. Вот, я слышала эту историю. Мы посмотрим, исходя из задачи экономической ситуации. На какую ногу будем праздновать? Широкую или поскорную? Дело все в том, что может не получиться. Может быть, просто очень много работы, когда широких просто... Широкой ноге не хватит. Да, и масленица не получится. Да, будет очень много работы. Есть такое, в общем-то, предчувствие. Но юбилей можно справить и после, если все получится. Ну, а мы обычно совместить с Новым годом. С новой ракетой и с Новым годом. Да, мы обычно Новый год. Вот это да. Это, пожалуй, да. Спасибо нашим гостям сегодняшним. Мы приглашали представителей завода Сельмаш Александр Максим, первый заместитель генерального директора завода и Виктор Сунцов, председатель первичной профсоюзной организации Сельмаш. Это был разворот на бизнес Олег Прохоренко и Светлана Занько. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова